Российский разработчик операционных систем Basalt SPO выпустил релиз Alt-образование 10.2. В новой версии еще больше полезного для всех, кто учится и учит. В Alt-образование 10.2 устанавливается два ядра на выбор. Стабильное ядро STD-DEV 5.10 подойдет для не самых свежих моделей компьютеров. Ядро UNDEV, текущей старшей LTS версии 6.1, поддерживается до декабря 2026 года. Оно позволяет работать с современным оборудованием. Начиная с версии 10.1 можно установить Alt-образование на файловую систему BTRFS. Для этого на четвертом этапе установки нужно выбрать ручную разметку диска. Это упростит восстановление системы при помощи TimeShift. По умолчанию ОС по-прежнему устанавливается на традиционную файловую систему EX-T4. Шестой этап установки – выбор пакетов. Для каждого типа учебного заведения сформирован набор продуктов, необходимых для образовательного процесса и административно-хозяйственной деятельности. Так доступны среды разработки, среда Wine для запуска Windows-приложений, ПО для работы с графикой, аудио и видео, программы для работы с документами. Кроме стандартного набора для повседневных задач, Alt-образование содержит пакеты программ для профессиональной работы. 3D-блендер, система компьютерной алгебры WX Maxima, система численных расчетов SciLab, система решения инженерных задач Octave и многое другое. Еще одно новшество. Теперь не обязательно устанавливать LibreOffice по умолчанию. Пакет обновлен до версии 7.5 и вынесен в отдельный пункт. После установки системы можно загрузить любое другое совместимое офисное приложение, например, R7 Office. Доработана графическая среда KDE. При использовании KDE окно входа позволяет настроить сеть до входа пользователя в сеанс. Это может быть полезно, например, для авторизации доменного пользователя с ноутбука в командировке. В Alt-образование 10.2 добавлена белорусская локализация с проверкой орфографии, морфологическим анализом и расстановкой переносов. Можно убедиться, что проверка правописания работает корректно. Теперь в R7 Office можно работать на OS Alt, установив специальный пакет из репозитория АО R7. Это легко сделать через графический менеджер пакетов. Это триальные версии ПО, а лицензии можно купить у разработчика R7 Office. Это основные обновления версии 10.2, но далеко не все. Получите уникальный опыт и оцените новшества системы, обновив Alt-образование. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию текущего состояния системы. Это позволит восстановить систему, если при установке обновления возникнут проблемы. Чтобы обновить OS через менеджер пакетов Synaptic, необходимо пошагово получить сведения о доступных пакетах, отметить для обновления, выберутся установленные в системе и применить. Установить обновление через терминал помогут команды, указанные в описании. Для обновления ядра нужно зайти в Центр управления системой. Перед этим также рекомендуется сделать резервную копию. Список команд и ссылку на скачивание образа можно найти в описании к ролику. Там же полезные ссылки, которые помогут скачать и настроить операционную систему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!